Регионы сейчас в борьбе за делового туриста, за участника делового мероприятия, за делового посетителя, за командировочного, потому что это все межсезонье, это все прекрасные будние дни, турист выходные все-таки занимает, поэтому человеческий фактор это раз, и второе, конечно, логистическая достижимость и фишки. Можно даже позволить себе выйти из зоны комфорта, как наши блогеры говорят, что мы с удовольствием выйдем из зоны комфорта, но ради чего? Вот Камчатка, Гейзеры, Байкал, если какая-то есть уникальная в регионе магнит, ради которого люди готовы мириться, и с не очень хорошим сервисом, скажем так, с не очень удобными гостиницами. Но если в регионе этой фишки нет, все-таки надо работать над сервисом. Потому что как мы сейчас все восхищаемся Москвой, удобством ее тротуаров, комфортностью общественных зон, так, конечно, и все города должны стремиться к этому, чтобы предоставить человеку, прибывшему в этот город, чтобы было где погулять, было где вкусно поесть, было где провести время, какие-то видовые площадки, насладиться. То есть вот сколько у того же Урала, вот может быть, вот мы сейчас, когда приглашали сюда блогер-тур, мы буквально, так сказать, нанизывали, как жемчужинки, вот эти такие магнитики. Вот, столица российской золотодобычи. 300 лет промышленный Урал, чугунный Урал, Демидовские, Бажовские места, вот, камнерезные промыслы. То есть они вот на эти магнитики, и вот завтра они у нас едут как раз в Березок, в столицу золотодобычи, вот, которые 300 лет, и до сих пор действующая шахта, и все в таком предвкушении, потому что, конечно, ну, не в Германии такого нет, скажем так, ни в Лондоне, ни в Париже, вот, и там комфорта нет, они это знают. Ну, вот ради вот этой фишечки, вот этого магнита, вот этого золотого прииска, уникального, действительно, ну, это уникальная вещь, вот, таких в мире больше нету, вот, они поедут, то есть они выйдут из зоны комфорта. Это вот молодое поколение, которое действительно вот этим отличается. Точек роста очень много, потому что у нас сейчас наши российские корпорации повернулись к российским регионам лицом. То есть, ну, эпоха санкций наступила, потом, конечно, в общем, доллар, евро очень выросли. Вот, и, конечно, за границу на свои мероприятия, корпоративные, выездные, в общем, какие-то деловые мероприятия, сейчас, конечно, за границу стало ездить, ну, и сложнее визы, поэтому многие, многие наши компании обратились к российским регионам, благо российские регионы, конечно, сейчас действительно, ну, во-первых, города очень хорошо благоустраиваются, все крупные промышленные центры, они, конечно, приняли программу благоустройства, поэтому это комфортные гостиницы. Потом города, опять же, прошедшие школу чемпионата мира, они получили хорошую инфраструктуру в виде аэропортов, дорог, гостиниц, гостиничного фонда, вот, поэтому в наших городах стало комфортно, ну, привычно. То есть я не могу сказать, что вот если я закажу что-то в Дюссельдорфе, у меня будет в Екатеринбурге ниже уровень. Нет, у меня даже будет выше уровень, потому что Екатеринбург построил новые объекты, а Дюссельдорф давно не обновлялся, поэтому вот даже мы скорее выберем Екатеринбург, чем Германию, ну, в общем, развит достаточно центр, вот, потому что там, действительно, там давно ничего не происходило и нет новых объектов, вот. Ну, а новое всегда, новое – это современное, это удобное, это комфортное, поэтому вот точки роста, конечно, вот самое главное нам сейчас наши регионы продвигать. То есть надо говорить, надо писать, должна быть пресса, должно быть телевидение, вот, надо говорить о том, что, действительно, что в регионах хорошо, что в регионах плохо, чтобы они звучали. То есть если ты ничего не говоришь, ты в информационном поле мертвяк, как говорится. Если ты говоришь, ты пиаришься, ты приглашаешь, тебе съемочные бригады, ты приглашаешь все мероприятия, вот, это Инстаграм, Интернет и так далее, Фейсбук, вот, а тебе говорят, тебя знают и тебя выбирают. Много звучных имен хедлайнеров. Я вот с удовольствием, вот, как хорошо прозвучало во время отбора, так сказать, украинского, украинской исполнительной Евровидения, вот эта певица Маруф, вот, ну, это вот тоже пиар, да, антипиар, это тоже всегда пиар. Вот она приехала сюда, в Екатеринбург, я с большим удовольствием пойду послушаю ее, вот, потому что тот пиар на меня сработал, я была той самой целевой аудиторией, я вот, конечно, прямо для себя выбрала вот именно эту площадку, я хочу посмотреть на эту исполнительницу, у нее прекрасная площадка, видовая, я вот прямо в предвкушении, что я проведу сегодня, вот, как говорится, ночь проведу, мне будет очень интересно, и, конечно, я очень много об этом напишу, я очень много об этом расскажу, и в следующий год, наверное, вот, как круги по воде, эти люди приедут сюда, вот, специально на это мероприятие, ну, благо, Екатеринбург от Москвы всего два часа.